Ну что, всем привет! Сегодня на обзоре у меня смартфон, о котором не то что вы, я сам никогда ранее не слышал. Он настолько no name, что у него даже на коробке нет ни одной надписи, представляете? Смартфон продается вот такой вот коробочке, ребята, и это оригинальная коробочка, чтобы вы понимали. Обзорчик будет интересный, давайте посмотрим, что же там за новый китаец, новый бренд, который начал выпускать новые смартфоны, и что вообще, как это, с чем это едят вообще, я даже не знаю, что сказать. В общем, давайте взглянем на него, мне это было очень интересно. Но как все было? Мне пишет китайская компания, типа, вот мы такие-то, такие-то, начали выпускать смартфоны, типа, может ты глянешь, расскажешь своим подписчикам о нем что-то. Я говорю, окей, отправляйте, и вот такая вот коробочка приходит, картонная. Вот так она выглядит внутри. Ну что ж, вот картон, кстати, не тонкий, он довольно-таки толстый. Итак, убираем сторону, и, ребята, встречает нас пленочка, такие, боже, какая пленка, пакет. В пакете мы сразу же видим оранжевую рамочку, там телефон, для интрижки мы его оставим в сторону, посмотрим, что дальше здесь. Итак, изнутри коробка выглядит таким образом. Поднимаем. Так, господи, вот эта штука отдельно. Что у нас здесь, ребята? Ну, такое ощущение, что смартфон вообще, да, только-только начали производить, и, как видите, все валяется, все как-то неаккуратно, все сложено. Итак, значит, компания называется, кстати, Fonemax. Для тех, кто не знал, да я и сам только узнал. Итак, Fonemax называется. Посмотрите, в какой пленочке они мне отправили блок для зарядки. В такой вот коробке, в пакетике в таком. Итак, и блок для зарядки, кстати, посмотрите, он необычный. Тут два разъема для обычной USB и Type-C. Вот это, кстати, они круто сделали. На адаптере у нас написано, что это зарядка 15 Вт и все. То есть название бренда, ничего не написано здесь. Далее у нас, ребята, смотрите, провод для зарядки двухсторонний USB Type-C с такой вот белой резиной обтянут. Больше у нас ничего нету. Даже, ребята, посмотрите, даже скрепки нету в комплекте. Очень интересно. То есть я симку не могу даже вставить. Ну, как-то так, друзья. Ну, бренд начинающий, да. Давайте мы его, наверное, поддержим. Ребята будут стараться. Посмотрим, что у них получится. А пока давайте посмотрим, как выглядит смартфон. Итак, опа. Сейчас вот это быстренько уберу. Смартфон у нас выглядит... Я его уже немного поюзал. Вытерю экранчик. Спереди он выглядит таким вот образом. Значит, оранжевая окантовка. На экране ничего нету, ни защитных стекла, ничего. Кстати, забегу наперед, скажу, что это... Ну, давно не видел смартфонов, у которых есть индикатор. Помните, раньше у всех смартфонов были индикаторы? Потом все это убрали. И вот теперь опять с индикатором все пошло. Итак, что по бокам? Написано, что сим-карта, либо флешка. Waterproof, то есть водонепроницаемый. Здесь специальная кнопка, которую мы сможем настроить под себя, друзья. Ну и, как вы понимаете, это защищенный смартфон. Китайцы, кроме защищенных, вообще такое ощущение, что они ничего больше не хотят делать. Итак, ну рынок просто свободен, понимаете. Вот так вот отодвигаем. И у нас здесь USB Type-C гнездо для зарядки. Рядом есть, кстати, микрофон. Рядом же динамик. С другой стороны у нас то же самое. Waterproof. Здесь есть у нас сканер отпечатка пальцев. Кнопка включения. И качели громкости. А что у нас сверху? Сверху, ребят, смотрите. Есть гнездо для того, чтобы вы смогли воткнуть наушники. 3.5 разъем. Вот такой вот. Интересно, да? Они не убрали. Молодцы, это хорошо. Задняя часть выглядит таким вот образом. Значит, здесь написано в фоне Max. Камера в виде треугольника. Три камеры и один какой-то датчик. Под ним вспышка. Ну, это ночное видение. Итак, сделано все из резины. Ну, чувствуется, что прочно, да? Резина это хорошо, потому что, когда ты его роняешь, с ним ничего не будет. Здесь также есть специальное место, куда можно телефон, ну, там, веревочку одеть и повесить телефон на шею. Ну, что ж. С внешностью мы разобрались. А теперь давайте включим его. Посмотрим, что он из себя представляет. Вот так включается, друзья. В фоне Max Powered by Android. Отлично. Может быть, кто-то из вас слышал про этот бренд. Я с удовольствием послушаю вас в комментариях. Я лично первый раз сталкивался с этим брендом. И что могу сказать? Думаю, что у бренда будет большое будущее. Будем вместе с вами следить за тем, что они будут делать. Ну, а пока это у них... Кстати, я зашел на сайт. Это не первый их девайс. У них уже телефонов, по-моему, шесть они выпустили. То есть, шесть телефонов у них есть. И у меня на обзоре не самая лучшая модель. Поверьте, там есть и получше, покруче и посвежее. То есть, у меня модель, она такое ощущение, что должна была выйти год назад. Или, может быть, вышла, наоборот, год назад. Но они мне только что его отправили. Итак, друзья, почему я это так говорю? Потому что, если мы зайдем с вами, например, о телефоне, мы видим, что модель, кстати, M10. То есть, фоня Макс М10. Здесь написано, что здесь Android 10. Ой, 12, точнее. Вот. Опа, Android 12. Сейчас уже Android 13 везде во всех телефонах. У них есть телефоны тоже на Android 13. Но вот мне досталась версия с Android 12. Итак, это у нас рабочий стол. Стандартные обои. Я ничего не менял, ничего не трогал. У них тут свой собственный лаунчер. Ну, имеется в виду оболочка на Android. Итак, как мы видим, немножечко притормаживает. Да? Потому что процессор здесь не ахти. Все это мы с вами пройдем, разберемся. Давайте мы сейчас начинаем с оболочки. Вот такая вот оболочка. То есть, снизу и вверх не катит. Только налево и направо. Итак, шторка. Опускаем шторку. Вот такая вот шторка. Похожа на MIUI. Очень доступна, актуальна. Все круто, классно. Не придраться. Кстати, один из китайцев, у которых есть реверсивная зарядка. То есть, такого я вообще не видел ни у одного китайца. То есть, ты включаешь и ложишь на него другой телефон. И другой телефон заряжается. Это вообще топчик. Такого реально у китайцев не хватало. Итак, это у нас шторка, друзья. Далее, настройки. В настройки заходим. Вот выглядит все таким образом. Очень интересно, красиво. Некоторые пункты не переведены, как мы видим. Сим-карта, другие какие-то настроечки. Пароли аккаунта. Ну, то есть, тут пару пунктов не переведено. Да, распит на английском. Вот, пожалуйста. То есть, ты внутрь заходишь на русском, но... Здесь, в настройках, на английском. Умное касание. Итак, умное касание. Режим жестов. То есть, тут можно жестами управлять. И так, что жесты и движения. Могу сказать по опыту, что я много китайцев обозревал. И здесь функций побольше, чем у других. Да, видите, тут можно настроить. Тремя пальцем проведешь. Будет скриншот там и так далее. А вот это вот умное касание. Это вот эта вот кнопочка. Помните, я вам говорил. То есть, ты ее настраиваешь. Ну, и многое другое можно сделать. Все это настраивается индивидуально. На этом мы не будем зацикливаться. Итак, выходим отсюда. Далее, значит, я показал вам, какая версия стоит Андроида. И давайте мы сейчас зайдем с вами в Антуту. Конечно же, я подготовился. Скачал пару игру сюда. Мы сейчас с вами зайдем в Антуту. Посмотрим, сколько он баллов набирает. И познакомимся поближе с характеристиками. Итак, 206 тысяч он смог набрать в Антуту. В фоне Max M10 называется смартфон. Итак, что у нас по характеристикам Андроида 12. Процессор у нас Mediatek Helio G85. Видеоускоритель Mali-G52. Разрешение экрана 1080 на 2280. Задняя камера у нас на 48 мегапикселей. Друзья, оперативной памяти 6. Встроенный 128 гигабайт. Процессор у нас 8-ядерный. Далее. Экран 6.23 дюйма у них размер. Так, что из интересного еще. Передняя камера у нас на 25 мегапикселей. И аккумулятор у нас 10 000 мА. Это, конечно же, очень круто. То есть, одно из плюсов этого смартфона, это аккумулятор, он здесь на 10 000 мА. Ну что ж, давайте запустим какую-нибудь игру. Например, Need for Speed. No Limited. И попробуем поиграть на Helio G85. Посмотрим, как он вообще потянет эту игру. Потому что игра довольно-таки тяжеленькая и свежая. Ну что, ребят, начинается гонка. И... Да боже, давайте. Сколько инструктажа здесь. Я уже готов. Все, помчали. Опа, опа. Смотрите. На G85 процессоры, напоминаю. Вполне достойно. Что вы понимали, на высоких настройках, на этом процессоре, вам не удастся, конечно, поиграть в многие-многие требовательные игры. Но на средних любая игра будет идти. Так что даже тот же PUBG standoff на средних, то есть все будет идти, вообще можете не париться. Я думаю, даже на высоких пойдут. Просто, возможно, небольшой дискомфорт. Возможно, небольшой дискомфорт. Вот я играю сейчас. Оу. Никакого дискомфорта я не ощущаю. Все круто вообще. Смотрите, давайте биться куда-нибудь. Смотреть на эту физику. Пум. Вот вы увидели? Вот чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Баг был виден. Ребят, я зашел в настройки, выбрал максимальные настройки в игре standoff. Посмотрим, как этот телефон справится с этой игрой на максималках. Например, в том Need for Speed там максималку нельзя выбрать, а вот здесь можно было. Ну что, помчали? Вау, ребят, ну бомба! Смотрите. Как четко все, да? Четко, четко. Мне нравится. Я не вижу глюков каких-либо. Бомба! Хоть одного завалил. Ну что, ребят, смотрите еще раз. Ну все четко. На максималках, напоминаю. Выставил максимальные настройки. Итак, по поводу звука хочу сказать, потому что когда ты играешь, оно чувствуется, что смотрите. Здесь один динамик есть, а второй муляж. Чтобы вы понимали, здесь звука стерео нету. Один динамик. Друзья, что касается камеры, про нее говорить даже не стоит, потому что я считаю, что здесь камера тупо для галочки. Я даже не знаю, как вам это продемонстрировать. Вот мы сейчас делаем фоточку, да? Здесь у нас видео. Окей, я, знаете, что сделал? Я поснимаю видео с звуком на телефон и потом покажу вам. То есть вставлю в это видео, покажу вам, как он снимает. Всем привет! Как он снимает и как записывает звук заодно. Вы можете узнать. Итак, друзья, по поводу видео, кстати, смотрите, если мы начинаем съемку. Видели? На переднюю камеру уже не переключится. То есть, к сожалению, селфи камера не включается. Видите, что бы ты ни нажал, что бы ты ни сделал. Селфи камера не включается почему-то. То есть, если ты включил заднюю, значит будешь снимать все время на заднюю. Вот так вот. Ну, защищенные смартфоны никогда не славились. Защищенные смартфоны никогда не славились камерами. Поэтому от такого бренда нового, то есть ждать вообще, я думаю, ничего не стоит. В плане камеры так точно. Ну что ж, все же я сниму пару кадров и вставлю вот сейчас после этих моих слов. И вы посмотрите, что он снимает, как он снимает на улице, дома, освещение, хорошее, плохое. В общем, максимально все сделаю и покажу. Ну что ж, это я снимаю видео. Вот делал обзор на этот смартфон. И в это же время я решил поснимать, показать вам, как снимает камера, друзья. Ну вот, собственно, вот так она снимает. Переключить, кстати, на переднюю камеру невозможно. Только если снял на заднюю, то все, до конца будешь снимать на заднюю камеру. Друзья, сейчас освещение, я выключил свет в ванной, смотрите. Я еще закрою дверь. И вот так вот видно в темноте. Ну, правда, свет все равно идет. Если чуть дальше отойду, вот. Вот сейчас вы меня вообще почти не видите. Если близко. А если вдалеке, да, вообще не видно. Итак. Ну что ж, селфи-камера. Я снимаю на селфи, точнее. Я не могу заднюю камеру включить. Но я сниму отдельно на заднюю камеру. Это уже при свете. Вроде неплохо, да? Может, я и ошибался, что я гнал на этот телефон. Типа камера ни о чем. Да вроде нет, ребят. Оцените в комментариях. Ух, солнце светит сейчас. Ну вот, как-то вот так, друзья. Сейчас еще на заднюю камеру сниму. Покажу, как задняя снимает. А вот и задняя камера. Снимаю улицу. Что-то зум. Ой, фокус походу бегает. Не понимаю, почему. Так. Ну вот, давайте попробуем увидеть номера. В машине, которая от меня. Метра в раз, два, три, четыре. Ну, где-то метров пятнадцать. Обалдеть. Не видно вообще нифига. Не, ребят. Ну, это уже не очень общие, я тебе скажу. Я сравнивал другие китайцев. Там вот номера можно было видеть. Я их вижу глазом своим. Итак. Ну, ладно. Все-таки я не ошибался, походу. По поводу камеры здесь. Ну, реально, номеров не видно, я не знаю. Ты что, дядя? Вообще ни черта не видно. Ну-ка. Вот мужик идет. Ну, посмотрите, как он снимает. Не очень. Итак. Что у нас в квартире? Ну. Все бледного цвета. Малейшее движение. Видите, как все трясется? Малейшее движение. Сразу все шатается. У вас, наверное, уже голова кружится. Ну, в темноте вообще ничего не видно. Окей. Теперь сделаю пару фото. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну, что ж. С камерой разобрались. Идем дальше. Я, в принципе, все рассказал об этом смартфоне. И, конечно же, я никого не призываю покупать. Или, не знаю, наоборот, не покупать. Я не отговариваю. Выбор всегда останется за вами. Ссылка на данный смартфон. И на том же сайте по ссылочке сможете перейти. Посмотреть их другие смартфоны. И вообще познакомиться с этим брендом. Вот. Узнать, что это за бренд. Лишней информации, я думаю, не будет. Вот. Ну, на этом у меня все. Решайте сами. И ваше мнение пишите в комментариях. Я лишь вас познакомил с данным брендом и с данным смартфоном. А что вы думаете, вы уже напишите в комментариях. И, конечно же, покупать или нет, тоже всегда решать вам. Я никого не призываю, ни к чему. Друзья, всех вас люблю. Всем спасибо за внимание. Я очень уважаю своих подписчиков. Всех обнял. Ребят, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Всем спасибо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова